Советский Союз – страна, занимающая шестую часть земного шара. И все богатства страны, и те, что даны человеку природой, и те, что созданы им самим, принадлежат здесь всем и никому в отдельности. Когда мы думали, какой проект сделать на открытии центра моды дизайна, потому что выставка системы дизайна в СССР – это открывающий проект для нового центра, мы стали работать с нашими архивами, и чем больше мы общались с советскими дизайнерами, у нас вырисовывалась система. Мы понимали, что в СССР была система дизайна. Это очевидно для тех, кто работал в Советском Союзе. Но для нас, как для нового поколения, для нас это открытие Атлантиды. Специально для выставки были предоставлены архивом России сегодня информационным агентством фотоматериалов. Это, конечно, уникальные материалы, которые стали одним из основных экспонатов на выставке. Видеоматериалы мы нашли уникальные, которые никто раньше никогда не видел. Это кусочки тех новостей и телепередач, которые шли в Советском Союзе, но никто никогда вместе эту информацию не аккумулировал. В 1962 году был создан институт мебели. Его художественным проводителем, главным дизайнером стал Юрий Случевский. В начале 60-х это хрущевская отепель. И не только начинается огромнейшее такое вдруг международное сотрудничество, но и начинают строить пятиэтажки, хрущевки, социальное жилье. И для нового типа квартир нужен новый тип мебели. Я опять же повторюсь, может быть, это были такие немножко угловатые, какие-то очень суровые вещи, но это было обусловлено тем, что нужно было понижать стоимость производства, чтобы какой-то конечный потребитель мог позволить себе это купить. Институт игрушки еще в 1932 году создан, и тогда перед ним ставились задачи. Нужно было новое, в советской стране нужен был новый тип игрушек. Нужно было приучать детей, растить их в новых ценностях. И вот в этом институте делали наборы кукол в разных национальных одеждах. Очень много было игрушек красноармейцев или каких-то солдатиков делали. И приучали детей к труду с детства. И то, что представлено на выставке, это все, что осталось с института. Это действительно трагедия. Институт игрушки – это всего лишь одна из историй того, что случилось с архивами советского дизайна, собственно, что происходило в 90-е годы в нашей стране. Вот таких невозможно огромных медведей как раз делали в музее игрушки. Это как раз те самые нами любимые гены, чебурашки. Я когда увидела эту чебурашку в музее игрушки, я просто в нее влюбилась. Это что-то невероятное. То есть эта чебурашка даже лучше того чебурашку, которого помню я. Вот интересно происходила ситуация с художниками. У них была страна в стране. Вот отдельный Советский Союз. И отдельно, не входя в эту структуру, существовал Союз художников СССР. Это не коммерческая, не государственная организация, где собрались все творческие люди. Была своя организация коммерческая, на деньги которой жил и существовал Союз. Это художественный фонд. И художественный фонд работал на весь СССР. Художники получали художественного фонда заказа. 25% они возвращали в художественный фонд. А художественного фонда были свои производства. Керамическое, текстильное, по работе с деревом. И это все распространялось на республиках. В каждой республике был свой художественный фонд. И они выполняли заказы. Еще одна организация, институт художественной промышленности. Они занимались тем, что изучали и записывали, ездили в экспедиции, смотрели, что происходило с народными промыслами. Изучали, как плили кружева, о том, как происходила роспись керамики. И смотрели на народные, народные традиции. И потом давали рекомендации заводам и фабрикам, как эти народные традиционные мотивы или техники можно применять к современному производству. Поэтому у нас на выставке такой очень модернистский стол по форме своей. Но при этом он расписан под хохлому. Вот сервис, который представлен на выставке. Несмотря на его традиционные формы, как будто горшок, котелок, то, что, в принципе, раньше ставили в печь. Это сделано из такого материала, который можно разогревать, который можно ставить на газовую плиту. Всесоюзный научно-исследовательский институт технической эстетики был тоже создан в 1962 году. И возглавлял этот институт Юрий Борисович Славьев. Это вообще уникальный человек, который смог создать целую систему. Система в системе это была организация, которая возглавляла весь промышленный дизайн в СССР. У нее было 10 филиалов и 2 дизайн-центра. Проекты, которые были созданы во ВНИТ, никогда не были реализованы. Несмотря на то, что это разработка 80-х годов, у нас здесь есть блок клавиатуры, который отсоединяется от монитора. Есть видеотелефон. Это проект умного дома о том, как будет компьютер, который будет следить за всеми параметрами дома. Интересно было семинары международные, которые они проводили. И вот была тема семинара часы. И как раз там группа Азрикана разрабатывала, каким же будут часы будущего. И вот дизайнеры предположили, что часов как и таковых не будет. Что у нас больше не будет часов, потому что они будут не нужны. Они будут в телевизоре, они будут в компьютере, они будут частью других девайсов. И, собственно, так оно и случилось. В Советском Союзе существовало несколько организаций, которые отвечали за моду. Был обществоюзный дом моделей, были региональные домы моделей. Это какое-то время присуществовало. С 40-х годов, до 44-го года, до 60-х годов, когда вот после постановления как раз Хрущева по товарно-родопотреблению при Министерстве легкой промышленности создается СКБ Легпром. СКБ легкой промышленности. И его директором становится Алла Левашова. Она модельер, которая много лет до этого работала в Общесоюзном доме модели. Но ее не устраивало там работать, потому что она хотела делать то, что будет производиться. Она хотела видеть свой труд и свои модели на людях. Она говорила, что мода – это не театр, где одни показывают, а другие смотрят. Мода должна выйти на улице. И вот Алла Александровна Левашова придумала делать вещи по одной основе. Потому что самое дорогое в производстве одежды – это конструкция, это работа конструктора. Когда стали делать коллекции, например, в этом сезоне, условно говоря, будет прямоугольник, тренд или треугольник. И дальше вот создавалась эта основа. А к ней могли быть разные воротники, рукава. Могла основа удлиняться или укорачиваться. Могла быть разная фурнитура, отделка и разный текстиль. И тогда получалось, что на одной основе, как бы это все уменьшает стоимость, производится масса вариантов. И они отшивались эти вещи. При САКБ Лекром было две фабрики экспериментальные. На них делалась одежда 300, максимум, самым максимум 500 экземпляров. Еще интересная история – это тоже такая, мне кажется, суперидея Аллы Левашовой. Это то, что САКБ заключила договор с компанией Dior, с модным домом Dior, и они закупали выкройки, прет-апарте. И они на них учились, потому что антропометрия тела российских женщин была не такой, как у французских женщин. И использовать их в прямую было невозможно. Но посмотреть, как сделаны детали, как разложены выкройки, какой текстиль применяли во Франции, потому что присылали вместе с каждой выкройкой кусочки текстиля, это было очень важно. Отдельный раздел посвящен САКБ, специальным художественным конструкторским бюро и дизайн-службам в заводах, как это называлось раньше. Часто в 50-х годах после войны, когда не было профессии промышленного дизайнера и нужно было как-то быстро наполнять послевоенный рынок товарами народного потребления, очень часто копировали образцы. И были ассортиментные кабинеты, привозили изделия из рубежа, раскручивали их на заводах, потом собирали заново. Получались совсем вещи, как на Западе, но все же похожие. Но вот именно с начала 60-х годов, когда появилась ВНИТЭ, ВНИТЭ стала работать с нашими институтами, и Кабликпром тоже стала активно работать с институтом имени Косыгина. А тогда появились наши собственные разработки, и вот это время как раз считается началом дизайна, началом дизайна в СССР, в том мире, в котором мы все его знаем. Приходите на выставку «Система дизайна», которая проходит в Центре моды дизайна «Делегация 3». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова